Доброго времени суток, дамы и господа. Продолжаем рассматривать профессии с целью голдфарма. Ищем способы быстрой прокачки, ищем пути, которые позволят нам быстрее пофармить голдишку. И на друиде у меня взято партнерное дело и наложение чар. Эти профессии мы с вами не рассматривали, поэтому давайте начнем. Начну с того, что в банке на текущий момент у меня находится куча и просто куча рвения. А куда его девать? Вопрос реально хороший. Суммарно рвение мастера 4652 единицы на друиде и 9 шариков. Партнерное дело наложение чар, конечно, связка сама по себе довольно-таки бисовая. Но начнем давайте потихоньку с партнерного дела. Вместе давайте подумаем, вспомним, какие крафты довольно-таки популярны в партнерном деле. А так-то, если подумать, то, пожалуй, многие. Кто-то ищет крафт ремня, кто-то ищет крафт плаща, кто-то ступней, кто-то для пвп себя что-то крафтит, кто-то ищет крафт запястья, которые уже являются украшением. Крафтов, ну, многовато. Реально многовато различных интересных крафтов у партняшки. Есть что покрафтить. И если какое-то количество времени вы уже играли с партняшным делом, то, возможно, помните талант, пассивное умение, которое позволяло нам больше лутать ткани с гуманоидов. Теперь просто-напросто это закинули талант, который нужно еще и прокачивать. Тонны ткани. То есть, если вы активно фармите гуманоидов, занимаетесь каким-то активным голдфармом, то окей, быть может, этот талант для вас хорош. Дрюд у меня твинг, на нем я мало что делаю, поэтому просто-напросто у меня прокачаны те таланты, которые мне позволят нормально крафтить шмотки и как-то экономить ресурсы. Для повышенного мастерства абсолютно на все крафты качается мастер-портной. Таким образом, мы повышаем навык изготовляемой вещи. У нас будет больше мастерства у любой вещицы, которую мы крафтим. И экономичное шитье. Находчивость, экономим ресурсы. Далее мы уже качаем то, что нам, собственно, нужно. И если нас интересуют плащики, то мы идем в изготовление одежды, вкачиваем тридцаточку сюда, пятьдесяточку сюда и десяточку сюда. Таким образом, мы можем крафтить кайфовые плащи. А на секущий момент именно плащи являются популярными крафтами у партняжников. Да, порой, конечно, люди заказывают различные там пояса, ступни. То есть можно их покачать, можно их поделать. Но если мы хотим что-то быстро качать с целью того, чтобы фармить голдишку, ну, наверное, да, это реально плащи. Также помимо плащей и каких-либо других тканевых крафтовых вещей с целью того, чтобы вставить туда теневую бронепластину, порой вижу в чате, что ищут крафт союзных нарукавников растяжения времени. Рецепт можно купить на аукционе, либо получить из рейда какого-либо. К примеру, с умертросила могут и старые рецепты спокойно выпасть. А жерелье весьма интересный реагент, с находчивостью его получить очень хочется. Поэтому изучить рецепт будет не лишним. Если вы можете крафтить эти наручи, это круто. Помимо изготовления вещей на заказ, как вариант, в партняжном деле можно шить сумки. Они никуда не делись. Имеются кайфовые сумки, к примеру, лазурная сумка экспедиции. И она имеет в себе 34 слота. На текущий момент это максимальная из каких-либо крафтовых. Также для реагентов имеется сумка на 36 ячеек. И с целью их создания нужно прокачать ветку драконьего шитья. Опираясь на перепроизводство и опираясь на находчивость, можно экономить реагенты, делать больше рулонов. Таким образом сумки будут более выгодны в своем крафте. Но опять же, нужно абсолютно все просчитать. И расходы, и доход, и вообще всю-всю-всю эту прибыль. Наложение чар. Сыграем также в небольшую игру. Подумаем о том, какой крафт является популярным, нужным и необходимым в создании высокогирного крафтового шматья. Правильно, это гребень зачарованный. Его хотят абсолютно все скрафтить, поэтому конкуренция просто дикая. Но если мы найдем себе каких-либо людей, которые у нас будут постоянно заказывать, найдем постоянных клиентов, то почему бы и нет? Опираясь на высокий процент находчивости, опираясь на высокий его показатель, мы можем из воздуха генерировать дракотист и другие ресурсы. А это в целом полезно и приятно. Дракотист около там 4,5 тысяч науки, 5 тысяч науки. Другие реагенты неплохо стоят. Поэтому да, почему бы и не крафтить гребни. И если говорить касательно создания зачарований, гарантам, чтобы их можно было скрафтить тир-3, это очень сложно. Но суть в том, что нам просто-напросто нужно влить очень много знаний абсолютно во все ветки, которые только имеются. Запомним, на текущий момент мастерство 327. Немножко раскачаем проницательность синих драконов, потому что жезла и хитрость у меня прокачаны полностью. Чары почти. Тут левая ветка является ключевой для воющего посвящения. Подкачаю центральную. Превосходно. Тут имеются зубцы, которые просто-напросто повышают мастерство при создании чар. И что на текущий момент получается? Смотрим навык. Мастерство 342. Далее тридцатку мы наберем, используя шарик. И еще 25 для того, чтобы гарантированно крафтить какую-то стихийную чарку для оружия. Нам нужно раздробить стихию с помощью извлечения сущности, прокачанного на фул. Очень много нужно вливать знаний. А толку? Есть ли в этом какой-то смысл? Может быть, просто-напросто лучше прокать через вдохновение? Не знаю даже. Настолько лень это рассматривать. Настолько не хочется это делать. Но рано или поздно придем к этому и, быть может, солью все накопившиеся рвения. Конечно, классно иметь раскачанное наложение чар, а конкретно драконе распыления. Можно пересылать какую-нибудь броню, оружие по аккаунту, распылять эти эпики и таким образом получать резонирующие кристаллы. Но я свои 20 миллионов голды сделал спокойно и без этого. Подкрафчивая немножко гребня. По факту как-то так. И наложению чар тоже обучили. Пергамент, знания, шалазар. Неплохо, 42 огня, 14 порядка. Просто-напросто с находчивостью. Сколько это в голдишке? А ну-ка. Пять тысяч. И еще 4 400. Кайфово. Подумаемся вместе о начертании. Вспомним, какие крафты имеются оттуда полезные и интересные. Трактаты. В целом, мало их кто уже заказывает. Но периодически можно увидеть интересные публичные заказы. Инструменты. Да, инструменты частенько заказывают. Можно увидеть какие-нибудь там требования о крафте скалки, каких-то других предметов. Можно еще делать различные мейнхенды, оффхенды. Пожалуй, на текущий момент именно на этом живет профессия. Конкретно на крафте посохов, мейнхендов и оффхендов. Профессия настолько узкая, то что нет четвертого окна со специализацией. В первом окне, как обычно, общие таланты. Которые, например, позволяют нам абсолютно все крафтить лучше. Повышение очков мастерства. Непревзойденная практика – это увеличение находчивости. Экономим ресурсы. Нескончаемое открытие – увеличение вдохновения. Познание в растениях. Измельчаем траву. Пролутываем более качественные пигменты. Безупречные чернила. Делаем больше, лучше чернила. Окей. Заклинание рун. Самая, пожалуй, полезная вкладка. Центральный талант. Рун повышает мастерство для инструментов, для посохов, для оффхендов, ну и для вантийк с рунами пауды. Это, конечно, смешной крафт, но да ладно. Идя влево, мы раскачиваем посохи. Также инструменты для профессии. Идя вправо, мы раскачиваем кодексы, то есть оффхенды. Ну и еще и вантийки, и руны фауды. Как-то так получается. То есть, если мы, например, хотим быть профессиональными крафтерами посохов, то нам нужно влить сюда сороковку, желательно, конечно, сюда еще тридцатку для экономии ресурсов. И здесь тридцать, тридцать, тридцать. Суммируем, получаем то, сколько нам нужно. Много это. По факту, сто тридцать тире сто шестьдесят талантов это мало. И это делается за часик или полтора. И если рассмотреть вторую специализацию в начертании с названием Архивариус, то слева мы увидим крафты карт. Колоды карт на валуне. Тринкет этот уже никому не нужен по факту. Кому тринкет нужен, пойдет либо идолос крафтит в ювелирном деле, либо просто-напросто тринкет дропнет с мифик плюс. Но, скорее всего, второй вариант намного лучше, потому что тринкеты с мифик плюс бисовые, эффективные и нереально полезные. Справа печати, которые раскрывают дополнительно колоды карт, как-то улучшают их. Даже не рассматривал это, потому что это абсолютно ни к чему. Колоды карт просто-напросто не заказывают. И печати эти тоже никто не заказывает, никто ничего из этого просто-напросто не крафтит. Ниже идут драконьи трактаты, контракты и послания. Если трактаты нужны, крафтите их, раскачивайте профу, например, юзайте по одной штучке в неделю, вам нужно раскачивать ваши профессии, то окей, да, можно вкачать. Но, конечно, с целью заработка первоначального лучше влить все в заклинание рун, вкачать оффхенды, посохи, инструменты и сидеть кайфовать. Таким образом, вы нормально будете сливать рвение, оно не будет у вас накапливаться и будете вылутывать голдишку. То есть, если посмотреть на моего шамана, то что получается? 4,5 тысячи рвения лежит просто-напросто в банке плюс сумках и еще 13 шариков. Это даже больше, чем у друида. А почему? А потому что лентяй не спамлю о том, что крафчу штучки с начертания, порой не успеваю просто-напросто написать кому-либо касательно крафта кодекса или посоха. Меня опережают. Крафт легендарной частицы на начертателя. Перо на находчивость и, конечно же, чант тоже на находчивость. Не забываем зачаровывать свои инструменты. На чертателю ничего не прокнуло, но и ладно. Заметил интересную тенденцию для себя касательно нытья. Как только начинаю ныть о чем-то, хотя бы чуть-чуть, или много начинаю ныть о какой-либо штуке, то это сразу прокает. И зайдя на ДК, увидел заказ касательно посоха. И в итоге, написав человеку, прождав 8 минут, я никакого ответного сообщения просто-напросто не увидел. Вот так и крафтим посохи. Так вот и реализуем, как говорится, рвение на шамане. Последняя профессия, которую рассмотрим, инженерное дело. Подумайте, что вообще инженерка в себе имеет. Вспомним все, что знаем об этой профессии. Полезные различные примочки. Да, круто, прикольно. Можно поставить джипсы, можно поставить почту. Но на текущий момент есть разные игрушки. Можно поставить мамонта, например. Почему бы и нет? На тиндерле мифическом спокойно можно юзать мамонта с целью починки. Что еще есть полезного у инженерки? Запястья в Драгонфлайте появились, куда любой может ставить себе гаджет на батлрес. Да, это интересно. Но запястья, к сожалению, на текущий момент, юзаются другие. К примеру, различные латники просто-напросто используют союзные нарукавники братства. И неужели воин, юзая эти запястья, захочет брать запястья на БР, крафтить их? Да, навряд ли. Я очень редко, к сожалению, на текущий момент вижу то, что наручи кто-то вообще крафтит. Это грустно. Инженерное дело — объемная профессия, поэтому здесь четыре специализации. Первая — максимальная продуктивность. Позволит нам раскачать общее мастерство и общую находчивость. Максимальная продуктивность, а также широкий профиль позволят нам прибавить мастерство. Запчасти и утилизатор позволят экономить ресурсы и экономить их в большем объеме. Вторая специализация — взрывчатка. Тут и так все понятно. Крафтим взрывчатку, экономим, больше ее крафтим, но это не особо интересно в целях какой-либо продажи вообще в принципе. Польза прежде красоты. Третья специализация и основной центральный талант специализируется на изготовлении полезных предметов, которые часто нужны искателям приключений и ремесленникам. Мастерство повышается на единицу при изготовлении снаряжения и улучшений для него. Крафты как шматья, так и различных огнестрелов, так и инструментов. Левый талант позволит нам раскачать вдохновение. Нижний талант тоже позволит нам подкачать вдохновение. Правый талант даст нам перепроизводство на какие-нибудь там шестеренки, конденсаторы и прочие различные реагенты. Мастер гаджетов, как центральный талант, так и нижний левый, позволит нам увеличить мастерство для крафта шапок, запястьей, гаджетов. Это нереально полезно и качать их само собой нужно. Прокачивая сувениры, мы будем получать различные крафты игрушек за почти каждый зубец, а также мы еще будем прокачивать вдохновение себе дополнительно. И, как я сказал в самом начале, инженерное дело это очень удобная профессия. Есть, например, червоточина, с помощью которой мы можем прыгать в какую-либо точку, какую-либо континент, какую-либо локацию. И тут, да, при максимальной раскачке сувениров мы не рандомно телепортируемся куда-либо при использовании текущей червоточины, а выбираем локацию. Продемонстрирую, как это выглядит. Это выглядит нереально удобно. Кастуется. КД. 15 минут. Называется «Змея точина». И вот мы выбираем тут даже интересные надписи, мол, типа «Закрыть глаза и громко захрапеть». Таким образом, мы перенесемся в «Зумрудный сон». Для того, чтобы начать крафтить кайфовые запястья и кайфовые шапки, которые, быть может, у нас будут заказывать любители батлресов, мы должны прокачать мастер гаджетов, также изобретения, также максимальную продуктивность для увеличенного мастерства. И, по-моему, пользу прежде красоты тоже нужно прокачать, если я правильно помню. То есть, очень много мастерства мы получаем конкретно со знаний. Нам потребуется 200 знаний, чтобы нормально крафтить вещицы. И инженерные запястья примечательны тем, то, что им не нужны послания с целью того, чтобы на них были какие-то характеристики. Им нужно вставить особые шестеренки, которые дают всего лишь одну вторичную характеристику. И таким образом, если вам нереально нужна скорость, то, быть может, крафт этих запястьев хорошая идея. Помимо того, что можно вставить гаджет на батлрес или какой-либо другой, мы еще можем просто-напросто их продраколить и вставить самый обычный камушек, который нам дает характеристики. У моего любимого класса есть нереальный выбор в крафтах, а именно лук или огнестрел обратиться к кожевнику или к инженеру. Каждый охотник сам для себя выбирает, что ему крафтить. Кому-то приятно бегать с огнестрелом, кому-то с луком, и какой-то охотник может к вам обратиться за крафтом этого огнестрела. За три видосика мы проанализировали абсолютно все крафтовые профессии и, основываясь на все ранее сказанное, сделал небольшой тирлист, который поможет вам понять, какая профессия лучше, какая профессия хуже, по моему мнению, для заработка голды на заказах, на каких-либо крафтах. На текущий момент это выглядит как-то так. Быть может, ситуация в четвертом сезоне изменится. В следующих видосиках, связанных с профессиями, научимся, как быть хорошим покупателем и как быть хорошим крафтером. На этом пока что все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!